Библейский портал экзегет.ру представляет Братья и сестры, сегодня мы начинаем беседы по Евангелию от Иоанна и мы будем стараться одну беседу делать по одной главе. Первое. Евангелие от Иоанна отличается от трех синаптических Евангелий. Евангелие от Матфея, Марка и Луки. Во-первых, эти три первых Евангелия, они по содержанию совпадают одно с другими. И там очень много тем и в хронологическом порядке, которые повторяют одно Евангелие, другое. А Евангелие от Иоанна, оно сильно отличается и по стилю изложения, и по характеру изложения. Здесь как бы меньше повествовательных линий, но больше именно таких духовных рассуждений. Это как бы Евангелие, которое как бы парит над всем земным. Не случайно, что символом евангелиста Иоанна является орел, который парит над этим миром, бросая на него взгляд сверху вниз. Целью написания Евангелия было свидетельство о божестве Христа Иисуса. И эта главная тема, она была продиктована тем обстоятельством, что тогда появились всякие гностические секты, которые отрицали божество Христа Иисуса или представляли все это в превратном свете. Поэтому с самого начала это Евангелие торжественно просглашает «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога». Это синодальный перевод. В «Вульгате блаженного Иеронима» мы видим несколько иной перевод. На русском языке это будет звучать так. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово то было Бог. Оно было вначале у Бога». Далее говорится, всё через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. В нём была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Греческий термин «логос», переведённый у нас как слово, использовался многими философами для обозначения причины, для обозначения силы, которая создала всю Вселенную. Филон Александрийский, известный Филон Александрийский, он соединил этот образ логоса первопричины с иудейской концепцией слова. Это был иудейский философ, но христиане его почитали, и существовало предание, что он был крещён лично апостолом Павлом. То есть предчувствие того, что Бог явится в этот мир, как воплощённый логос, оно имело место быть и в эллинской философии, и в иудейской философии, которую, без сомнения, представлял Филон Александрийский. Симеон Новый Богослов в своём 57-м слове пишет, «Говоря так, что вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог, Иоанн Богослов открывает таинство нераздельной Троицы и Богом называет Отца, словом Сына, жизнью Духа Святаго, который есть и Свет, и опять все три лица, Отец, Сын и Дух, суть – единый Свет, который светит во тьме, то есть в мире всем, ибо Богу присуще всюду и во всей целостности бытия пребывать, и, будучи Светом, Он всё просвещает, и тьма Его не объемлет, то есть нечистота греховная, отнюдь не приближается к Нему, мир не препятствует Ему светить и просвещать, но и не познал Его, и не обрёл Его, и не узрел Его». Итак, вот эти слова, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, оно было вначале у Бога, здесь Слово – это Бог – Сын, а Бог – это Бог – Отец. «Всё через Него начало быть, мир творится Словом Божьим, Бог творит мир десятью речениями, да будет свет, и стал свет, и так далее. Всё через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нём была жизнь». Семён Новый Богослов говорит, что жизнь – это указание на действие Святаго Духа, о котором в книге Бытия сказано, и Дух Божий носился над водою. В Нём была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Действительно, действием Духа Святаго, действием призывающей благодати, происходит просвещение рода человеческого и выведение их из тьмы неведения в чудный божественный свет. И далее после этого предисловия идёт свидетельство об Иоанне Крестителе. Кстати, Иоанн Креститель, наверное, единственный пророк, о котором существует пророчество. Пророк, о котором пророчествует Слово Божие, это вот именно Иоанн Креститель. И мы читаем первую главу Евангелия от Иоанна, шестой по восьмой стих. «Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн, он пришёл для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете». Иоанн Креститель – это был удивительный пророк, и Христос называет его большим из всех пророков. И таким образом, Иоанн Креститель – это достойное завершение всего Ветхого Завета. как и Пресвятая Дева Мария – это зрелый плод на древе дома царя Давида, достойное завершение царственного дома, а Иоанн Креститель – это достойное завершение священнического дома Ветхозаветной Церкви. Его отец, как мы знаем из Евангелия от Луки, был священником. Итак, Иоанн Креститель – это свидетель, который свидетельствует о свете. В данном контексте свет – это Христос. Почему Христос – есть свет? Потому что, далее мы прочитаем, Бога никто никогда не видел и видеть не может. Единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил. То есть, Он являет, как бы высвечивает характер Бога Отца. В Сыне мы познаем подлинное намерение Бога Отца относительно рода человеческого. Сын и приходит во имя Отца в этот мир, не во имя Свою, а во имя Отца. А Иоанн Креститель, он называется человеком, который послан от Бога для свидетельства. В греко-римском античном мире и в еврейском обществе свидетельство было по преимуществу юридическим понятиям, правовым понятиям. пророк Исаия, наверное, первый использовал его в пророчестве о конце времен, когда спасенный Богом народ будет свидетельствовать о нем, о Боге, пред остальными народами накануне суда. У Исаия, мы об этом можем прочитать, 43 глава, 10 стих, 44 глава, 8 стих. Святитель Иоанн Златоуст пишет, евангелист вначале, сказав нам о Боге слове, то, что было особенно нужно, далее, последовательно и по порядку переходит к соименному с ним проповеднику слова Иоанну. А ты, слыша, что он послан был от Бога, не принимай его слов, то есть слов Иоанна, за человеческие. Все он вещал не от себя, но от пославшего его, поэтому называется он и ангелом. По-еврейски ангел, малахим, то есть вестник, так как дело вестника ничего не говорить от себя. Но это особенность каждого пророка, ничего не говорить от себя. И в Писании сказано, что никогда пророчество не изрекалось по воле человеческой, но изрекали пророчество мужи Божие, будучи движимые Духом Святым. Будучи движимые Духом Святым. А Иоанн Креститель, который свидетельствует о самом слове, логосе, через которого небо и земля сотворены, о Христе прямо сказано, что мир творится им, через него и для него. То есть Христос есть подлинный смысл человеческой истории, как писал Карл Барт, то, что выражается в словах Христа словами «я есть альфа и омега, начало и конец». Он смысл, подлинный мистический смысл существования этого мира, в котором мы с вами живем. И далее рассказывается о том, как слово стало плотью и обитала с нами полная благодать и истины. И мы читаем 9 стих «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Божественный свет – это есть действие самого божества, ибо Бог есть свет. Свет – это одно из имен Бога. Свет по-еврейски «ор» и корневая основа еврейского слова «тора» Закон – это тоже «ор». Поэтому слово «тора» правильнее переводить как «просвещение» или как «учение», потому что учение выводит человека из мрака неведения в свет познания. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, мир творится Словом Божьим, и мир его не познал, пришел к своим, и свои его не приняли». Таким образом, мы видим, что в самом начале Евангелия Атеана Христу усвояются два наименования – слово и свет. Слово и свет. Особенно значимо для иудеев было наименование свет – «ор», потому что они хорошо знали, что это корневая основа слова «тора», то есть в их понимании те иудеи, которые уверовали во Христа, Христос есть исполнение всего закона. Он – слово, которое стало плотью. Ведь Христос прямо себе говорит, что Он пришел не нарушить, но исполнить закон. Никто из людей никогда не смог исполнить закон Божий от начала и до конца. Единственный, кто это делает, в том числе нас ради человека и нашего ради спасения, это сам Сын Божий, который здесь называется и Словом, и Светом. Пришел к Своим, и Свои его не приняли. Конечно, нам, христианам из разных народов, было бы удобнее это прокомментировать так, что он пришел к еврейскому народу, еврейский народ его не принял, но на самом деле неприятие Христа не является такой этнической особенностью только еврейского народа. Христос изгоняется из этого мира с того самого момента, как проповедь о Христе начинает звучать в этом мире. Неприятие вести о Христе – это та реальность, в которой жили первые христиане, когда особенно три первых века были беспрецедентные гонения против верующих в Иисуса Христа, против свидетелей верных проповедников истины. Иисус Христос называет своих учеников свидетелями, но не свидетелями Иеговы. Он говорит «Вы свидетели Мои!» Он не говорит «Вы свидетели об Отце!» Есть один и неповторимый свидетель об Отце – это его сын. А верующие в Иисуса Христа могут свидетельствовать о том, что в их жизни сотворил Христос. И вот апостолы, которые были самоочевидцами слова, они свидетельствовали об этом слове. Они свидетельствовали о том, что они видели своими глазами, слышали своими ушами, осизали своими руками. Кто-то однажды мне задал вопрос, а есть и сборники проповедей апостолов, которые дошли бы до нашего времени? Конечно, есть! Это, прежде всего, четыре Евангелия. Проповедь апостолов – это и есть евангельские истины, вот в том виде, в каком они излагаются у четырех евангелистов – это типичная апостольская проповедь. Они свидетельствуют о том, что они видели, о том, что они слышали, о том, что они осизали, а мы можем свидетельствовать о том благотворном воздействии евангельского свидетельства на нас самих. И далее говорится о тем, которые приняли его, прежде всего, это святое семейство, Дева Мария и труженик Иосиф, обручник Девы Марии, потом это апостолы, о тем, которые приняли его верующим во имя его дал власть быть чадами Божьими. В Иисусе Христе мы усыновляемся Богу Отцу и становимся чадами Божьими не по природе, ибо по природе у Бога один единственный единородный на древнеславянском чадо родный сын, а мы дети Божьи по благодати. Благодать по-еврейски хесед это незаслужная милость, это именно милость. Если вы получаете зарплату, это милость? Нет, зарплата это долг вашего работодателя по отношению к вам. А если что-то является милостью, хесед, это всегда незаслуженное. Человек не может заслужить любовь Божию, прежде всего в том объеме, в каком она нам предлагается, не просто быть прощенными грешниками, как некоторые понимают спасение, что это амнистия от Бога, которая ничего не меняет в нашей природе. Существенно нет. амнистия это то, что поблажка дается грешнику, но он остается таким же уголовником по всем своим дурным наклонностям. А нам предоставляется возможность и власть, как мы прочитали, быть чадами Божьими. И апостол Павел это выражает словами, что мы должны ходить в обновленной жизни. В обновленной жизни. То есть мы спасаемся не де юре, а именно де факту. Когда по мере того, как свет Христов проникает в нас, мы начинаем меняться. И вот перемены от Бога, которые мы переживаем в нашей жизни, – это действие силы Божьей. И когда это действие касается нас, то нам сообщается власть быть чадами Божьими. Далее 13 стих. «Которые не от крови, не от хотения плати, не от хотения мужа, но от Бога родились». Имеется в виду, что есть два рождения. Как раз первое наше рождение, оно точно было от крови, как сказано, весь род человеческий произошел от крови одного человека, Адама, от хотения плати, от хотения мужа, это первое рождение по плати, а вот рожденный человек по духу, это рождение от Бога. Оно никак не связано с плотью. И когда Христос в этом же Евангелии Атаана будет беседовать со старцем Никодимом, он ему скажет, тебе надо родиться свыше. А старец удивится и переспросит, а как родиться свыше, что я должен залезть опять в живот к матери, потом вылезти, на что Христос скажет, рожденный от плати есть плоть, рожденный от духа есть дух. Все мы пережили рождение от плати, и нам надо пережить рождение от духа, рождение свыше. Христос так и говорит, кто не будет веровать и креститься, тот не будет спасен, кто не родится от воды и духа, тот не наследует Царствие Небесное. Далее торжественно проглашается, и слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Как я уже сказал, Христос есть наиболее полное воплощение закона Божия. Он рождается по закону, он живет по закону, пришел не нарушить, но исполнить закон, он умирает по закону. Сказано, что он был распят, умер в соответствии с законом. И давайте вспомним то, что мы уже обсуждали, почему он умирает на кресте, потому что в законе Божьем сказано проклят, висящий на древе. И он повис на древе и взял на себя проклятие наших грехов. Он истекает кровью, потому что в законе говорится о том, что не бывает прощения грехов без пролития крови. Он умирает на кресте, потому что закон Божий устанавливает за грех смерть. Он взял на себя все наши грехи, все наши преступления. Святитель Анзелтауст предлагает такое истолкование на 14 стих. Сказав, что принявшие Слово родились от Бога и соделались чадами Божьими, предлагает причину и основание такой неизреченной почести. Причина та, что само Слово соделалось плотью, и Господь воспринял на себя образ с раба, будучи истинным Сыном Божьим, он соделался Сыном Человеческим, чтобы Сынов Человеческих соделать чадами Божьими. Высокое в общении с уничиженным нисколько не теряет собственного достоинства, а уничиженное возвышается через то и своего унижения. Так это совершилось и во Христе. Он через такое снисхождение нисколько не унизил собственного естества, а нас, сидящих всегда во мраке и уничижение, возвел к неизреченной славе. Так царь земной, когда внимательно и благосклонно беседует с бедным и нищим, то нисколько не стыдит себя самого, а бедного делает через то для всех лицом заметным, почетным и значимым. На самом деле ни греческие философы, ни еврейские равен учителя не могли постичь, как слово логос могло стать плотью. Начиная с Платона, греческие философы утверждали, что идеал это то, что недоступно взору и вечно. Если недоступно взору и вечно, это никак не связано с плотью. Большинство иудеев были настолько убеждены в невозможности превращения человека в Бога, что не допускали даже мысли о том, что Бог мог стать человеком. На самом деле эта тайна до конца непостижима и нами, христианами. мы не можем до конца проникнуть в эту тайну. Как Божество нисходит настолько к нам, что Он, Бог, становится одним из нас. Но на самом деле сам факт сотворения мира – это уже есть действие божественного самоуничижения. ведь Бог абсолютно самодостаточен. И когда Бог творит мир из небытия в бытие, Он это делает от избытка своей божественной любви. И в некотором смысле, творя мир в кавычках, Он как бы отодвинулся, как бы отошел в сторону и предоставил возможность существовать разумным существам, ангелам и человекам, которые могли подчиняться ему или не подчиняться, признавать его власть над собою или не признавать. Кстати, об ангелах нигде не сказано, что они созданы по образу Божию, тем более подобию Божию. Такое сказано только о человеке. А человек, почему он имеет свободную волю? Потому что Бог абсолютно свободен, Бог ничем не ограничен, он не ограничен даже собственным законом, потому что он законодатель, он выше закона. И когда Бог создает человека, он создает его свободным. Но это именно уподобляет человека Богу, но это опасный дар для человека. Как человек распорядится своей свободой? Далее мы читаем 15 стих по 18 Иоанн свидетельствует о нем и восклицая говорит «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня». Кстати, в некотором смысле Христос во всей своей земной жизни и даже после смерти он следует за Иоанном Крестителем. Поэтому Иоанн Креститель сказал «Правильно, сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня». Во-первых, Иоанн Креститель рождается раньше Иисуса Христа. Он и умирает раньше Иисуса Христа. И по смерти сходит ваад раньше Иисуса Христа. И вааде проповедует о том, что скоро сюда сойдет Христос и облистает ад сиянием Божества. Он действует как предтеча во всех отношениях. В собственном рождении в смерти ученической в схождении ваад и как на берегу Иордана он проповедовал о грядущем Христе, он вааде проповедовал и приуготовлял души ветхозаветных праведников к встрече со Христом. А когда Христос сошел ваад и Иоанн Креститель его приветствовал с другими ветхозаветными праведниками, Христос облистал ад сиянием Божества и вывел из ада ветхозаветных праведников и на иконе воскресения Христова давайте вспомним канонический православный образ мы видим Иоанна Крестителя, который после Христа он восходит из ада в окружение патриархов, пророков Ветхого Завета. Иоанн свидетельствует о нем и воскресая говорит сей был тот о котором я сказал что идущий за мною стал впереди меня потому что был прежде меня прежде меня имеется в виду что Христос как Сын Божий Он безначальный и от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать ибо закон дан через Моисея благодать же и истина произошли через Иисуса Христа Далее говорится Бога не видел никто никогда Единородный Сын сущий внедри Отчим Он явил И вы помните однажды один из апостолов обратился ко Христу со словами покажи нам Отца и будет для нас довольна на что Христос ответил как ты говоришь покажи Отца видевший Меня видел и Отца Бога не видел никто никогда Единородный Сын сущий внедри Отчим что это значит все что имеет Отец имеет и Сын Он явил то есть в Боговоплощении Христа Иисуса постигается Бог ибо Христос являет образ Бога Отца раскрывает его характер показывает его подлинное намерение и золотым стихом Библии являются известные слова которые прежде всего характеризуют Бога Отца ибо так возлюбил Бог мир что отдал Сына Своего Единородного дабы всякий верующий в Него не погиб но имел бы жизнь вечную Далее говорится о том как Иоанн Креститель продолжает свое свидетельство о Христе Собственно свидетель по-гречески мартирос это же слово означает мученик если славяно-русское слово мученик оно означает всякого страдающего человека даже всякого испытывающего боль то на греческом языке и в семитских диалектах это слово означает исповедание самими страданиями исповедание самими страданиями и вот свидетельство это можно перевести и вот мученичество и вот свидетельство Иоанна когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его кто ты почему они так этим интересовались Ефимий Зигабен ученый византийский монах 12 века пишет то есть свидетельство это было дано когда иудеи послали и так далее первосвященники и священники иудейские знавшие необычные события которые случились при рождении Иисуса Христа получив затем доказательства его мудрости когда будучи 12-летним отроком он сошелся с учителями слушал и спрашивал их как сказал Лука удивлялись и начали завидовать ему услышав потом что Иоанн к приходящим креститься говорит многое и великое об Иисусе Христе а они понимали что все это Иоанн говорит о нем они еще более смутились и послали из Иерусалима священников и левитов то есть служителей спросить его ты кто Иисусе сделали так не потому что не знали этого так как всем было известно то что случилось при его рождении обрезание и наречение имени когда все говорили что уба отроча сие будет но коварно притворяются незнать незнающими и не говорят кто ты но ты кто Иисусе выражая этим что если больше тебя тот о котором ты проповедуешь то ты кто ты кому мы все устремились о котором составили высокое себе понятие и пред которым так сильно благоговели они безрассудно предполагали что хотя Иоанн пренебрегал славой во всех других отношениях однако и он как человек испытает то что свойственно человеку и из-за словолюбия скажет что он Христос и таким образом уменьшится молва об Иисусе Христе против которой предпринимались все меры поэтому то послали не просто кого-либо а священников и левитов и притом из Иерусалима как более враждебных и коварных чем из всего другого места той земли и так вот этот вопрос кто ты это вопрос связанный с самоуничижением они как бы говорили вот ты говоришь о Христе он больше меня он был до меня а кто ты что ты сам из себя представляешь вот ты говоришь о Христе а ты сам что из себя представляешь на самом деле подобное они могли высказать и самому Иисусу Христу который свидетельствует об Отце говорит об Отце молится Отцу а ты кто единственный кто придет во имя свое это Антихрист Антихрист не придет во имя дьявола Антихрист будет трепетать Бога ненавидеть своего Отца дьявола и бояться святых Христос и говорит я пришел во имя Отца вы меня не принимаете а того кто придет во имя свое его примите поэтому наше свидетельство это свидетельство о Христе и если кто-то что-то ждет от христианина помимо свидетельства о Христе он обманывается сказано вы письмо Христово всеми узнаваемое всеми читаемое мы называемся христианами потому что мы не мыслим свою жизнь вне Христа как апостол Павел восклицает а мы проповедуем Христа и при том распитого кого интересует человеческая философия человеческая эрудиция человеческие знания это все пустое как апостол Павел все это почел засор ради превосходства во Иисусе Христе и мы далее читаем 20 стих он объявил и не отрекся и объявил что я не Христос то есть они провоцировали его на некие действия которые граничили бы с отречением от истинного Христа но он не поддается их провокаций он объявил и не отрекся и объявил что я не Христос и спросили его что же ты или я он сказал нет пророк он отвечал нет сказали ему кто же ты чтобы нам дать ответ пославшим нас что ты скажешь о себе самом он сказал я глаз вопиющего в пустыне исправьте путь Господу как сказал пророк Исаия то есть он креститель действительно был истинным пророком Божьим о котором пророчествует само библейское откровение но он и больше чем пророк он глаз вопиющий в пустыне церковь последних времен это будет церковь в пустыне и это тоже будет глаз вопиющий в пустыне и в апокалипсисе мы видим что жена убегает в пустыню церковь жена убегает в пустыню и вслед ей дьявол пускает источник воды вода символизирует слово Божие значит под этим источником можно понимать неправильные переводы Библии всякие ереси разные имитации божественного откровения чтобы отравить церковь в пустыне церковь последних времен он сказал я глаз вопиющего в пустыне исправьте путь Господу как сказал пророк Исаия а посланные были из фарисеев кстати на самом деле фарисеи были самые близкие к христианам остальные были значительно хуже например саддукеи не верили в загробную жизнь не верили в ангелов там были еще сторонники Ирода Антипы Иродиады те просто вели какой-то распутный образ жизни и пытались это еще как-то чем-то оправдывать из всех видов ритуального омовения в дни Христа наиболее важным совершается вот это полное крещение которое на Иордане совершает Иоанн Креститель такое крещение полное с погружением в воду совершалось над празелитами которые принимали иудаизм и над мужчинами и женщинами и в наше время если человек принимает иудаизм его погружают в микве полностью и иногда это делается трижды иногда в одно погружение но удивительно что Иоанн Креститель совершает крещение над жителями Иерусалима Десятиградия иудеи он как бы показывает им что они как бы еще не стали даже иудеями ведь само слово иудей означает восхваляющий восхваляющий Бога а они даже еще не родились свыше они в духовном смысле как бы не существующие это был вызов иудаизму того времени что он крестил поэтому его иногда так и спрашивали что же ты крестишь если ты не пророк то есть если тебе не даны какие-то чрезвычайные поручения по этому вопросу напрямую от Бога и здесь мы тоже об этом читаем и они спросили его что же ты крестишь если ты не Христос не Илья не пророк им трудно понять эти его действия если его статус еще не установлен и он сказал им в ответ я крещу в воде но стоит среди вас некто которого вы не знаете а в Евангелии от Матфея он говорит о Христе он будет крестить вас Духом Святым и огнем имеется ввиду огненные языки которые как видимые знаки действия Духа Святаго почили над головами апостолов когда они переживали свою Пятидесятницу 27 стих и 28 он-то идущий за мною но который стал впереди меня я не достоин развязать ремень у обуви его это происходило в Вифаре при Иордане где крестил Иоанн при Иордане то есть в Пирее на территории подвластной Ироду Антипи Иосиф Флавий это древний иудейский писатель живший в первом веке его настоящее имя еврейское Иосиф бен Матафия он кстати был священником Иерусалимского храма Иосиф Флавий сообщает что позднее Иоанн был заключен в крепость Махерон в том же районе поэтому можно предположить что именно здесь он совершал свое служение крещение рядом и был потом арестован какое-то время он находился в заключении есть точка зрения что возможно речь идет о крепости Масада где потом иудеи совершили массовые самоубийства чтобы не сдаться в руки римлян и следующая тема это тема о Христе как об Агнце Божьем который берет на себя грехи мира на другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса происходит то что в русской художественной традиции называется явление Христа народу и все наверное помнят картину художника Иванова на эту тему на другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит вот Агнец Божий который берет на себя грехи мира Ефимий Зигабен предлагает такой комментарий назвал его Агнцем напоминая прообразы закона и пророчества Исаии и как бы так говоря вот Агнец прообразованный в законе и возвещенный Исаией затем присоединяет и особенное преимущественное его Христа свойство именно что он был послан Богом на заклание для спасения людей или Божий то есть Божественный по причине своего Божества таким образом Ефимий Зигабен истолковал вот Агнец Божий то есть тот который послан от Отца в жертву и другое возможное истолкование вот Агнец Божий имеется ввиду что Агнец божественного происхождения и Бог и жертва одновременно и в православном чине литургии тайные молитвы священников которые считаются за литургией там говорится о Христе что есть он тот кто приносит жертву что есть он тот кто является самой жертвой что есть он тот кто принимает саму эту жертву откуда берется эта тема о Сыне Божьем как об Агнеце Божьем давайте вспомним в книге Бытия рассказывается о том как Бог повелел патриарху Аврааму принести в жертву своего сына Исаака и патриарх Авраам встав рано утром наколол дрова взял своего сына двух отроков и отправляется к тому месту которое позже указал ему Бог и когда он приходит к этому месту он со своим сыном Исааком поднимается на эту гору позже там возникает как раз Иерусалимский храм это храмовая гора известная а это скала на которой совершалось жертвоприношение Исаака она строго находится под золотым куполом мечети которая сейчас она там красуется на этом месте и когда Авраам хотел приносить жертву Исаака ангел Божий его остановил и сказал ничего не делай этому отроку и ангел указал другую жертву там было жертвенное животное которое запуталось рогами в кустах и было сказано Бог усмотрит себе агнца мол ты Авраам ограничься вот этой заменой а Бог усмотрит себе агнца это место было названо Иеговы Ире Бог усмотрит того кто станет агнцем для искупления грехов всего мира и когда Иоанн Креститель увидел Христа грядущего на Иордан он вспомнил это событие и указывая на Христа он так и говорит вот агнец Божий то есть вот тот кого Бог усмотрел изначало который берет на себя грехи всего мира и 30 стих все есть тот о котором я сказал за мной идет муж который стал впереди меня потому что он был прежде меня это о предвечном существовании Сына Божия я не знал его но для того пришел крестить в воде чтобы он явлен был Израиль что значит я не знал его они в общем-то были близкие родственники имеется ввиду что я до конца не постигал эту тайну здесь речь идет о том свидетельстве о Христе которое переживает Иоанн Креститель на Иордане в момент его крещения когда Дух Святой в виде голубином является когда слышен глаз Бога Отца и тогда уже возникает полнота свидетельства о Сыне Божьем и свидетельствовал Иоанн говоря я видел Духа сходящего с неба как голубя и пребывающего на нем то есть для него великим свидетельством о Христе становятся события связанные с крещением Христа и он слышал глаз Бога Отца из-за синяющего облака который свидетельствовал все есть Сын Мой возлюбленный многие течения иудаизма того времени они разделяли представление о том что Дух Божий где-то 500 лет до нашей эры он покинул эту землю он прекратил свое действие и это действие было завершено с написанием последней книги Ветхого Завета и хотя не ожидали Мессию они считали что видимое действие Духа оно уже не может произойти времена пророков в их понимании они прекратились с написанием корпуса книг Ветхого Завета и когда он свидетельствует о Христе над которым он видел Духа Божия сходящего в виде голубя образ голубя берется из книги Бытия когда был потоп и голубь являлся символом примирения с Богом когда с оливковой ветвью он явился в ковчег ковчег это прообраз церкви и Ной понял что Бог решил примириться с родом человеческим потом Бог это засвидетельствовал что такого потопа уже не будет поэтому когда Иоанн Креститель говорит я не знал его имеется ввиду я не имел личного опыта постижения что это Сын Божий я не знал его но пославший меня 33 стих крестить в воде сказал мне на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем тот есть крестящий Духом Святым и я видел и засвидетельствовал что сей есть Сын Божий а мы знаем что когда апостол Петр исповедует в Кесарии Филипповой Иисуса Сыном Божьим 16 глава от Матфея сам Христос ему говорит не кровь и плоть открыли тебе это но Отец Мой Который на небесах и вот Отец Небесный через свидетельство о Сыне он прикоснулся к сердцу Иоанна Крестителя и тот свидетельствует о Христе уже как о Сыне Божьем на другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его учителя того времени обычно обучали учеников а те в свою очередь потом сами становились учителями и не было практики рекомендовать своего ученика другому учителю ну как у нас не принято например менять духовника а то что сейчас здесь делает Иоанн Креститель по отношению к двум своим ученикам он предлагает им покинуть его и перейти в число учеников Христа это акт умоления собственного авторитета как Иоанн и говорил мне умоляться о тебе расти на другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его и увидев идущего Иисуса сказал вот огнец Божий то есть вот тот который боли меня то есть это как бы свидетельство что они должны стать теперь его учениками услышав от него сии слова оба ученика пошли за Иисусом они становятся учениками Христа Иисус же обратившись и увидев их идущих говорит им что вам надобно они сказали ему рави что значит учитель где живешь учитель где живешь подобные косвенные вопросы они хотели пойти с ним домой такие вопросы в древности были проявлением вежливости события происходят около десятого часа по обычному счету означает около четырех часов дня возможно слишком поздно чтобы они могли добраться домой до наступления темноты и воспитанный человек должен был пригласить их на ночлег к себе по другой системе счисления времени что здесь маловероятно десятый час мог означать десять часов утра это система счета больше отвечает времени в 19 14 а не 10 6 имеется ввиду что тогда были две системы исчисления времени римская и еврейская римская собственно еврейская и это нам важно помнить когда мы будем говорить о воскресении христовом когда жены мироносицы отправляются помазать его миром там возникает некое несовпадение между евангелистами одни называют одно время другие другое время но один евангелист использует римское время так как он больше проповедовал этим людям а другой придерживается как бы еврейской традиции Иисус же обратившись и увидев их идущими говорит им что вам надобно они сказали ему рави что значит учитель где живешь говорит им пойдите и увидите иди и виште Бог предоставляет нам возможность опытно убедиться в том что он нам предлагает каждый человек который интересуется православием интересуется евангелием он именно на личностном мистическом уровне может убедиться в правоте того пути который он избирает и Бог найдет форму как это сделать иди вишти то есть истина предлагается нам как то что мы переживаем своей собственной жизни и на еврейском языке есть несколько слов которые собственно означают знания например есть слово хохма оно означает мудрость в таком человеческом понимании интеллектуальность а есть слово даат даат это опытное постижение например сказано познал адам еву это даат и человек может даат познать присутствие бога в этом мире когда он начинает искать бога в этом мире а главное когда бог выходит к нему навстречу и бог сам находит человека мы несколько раз с вами вспоминали эти слова эту тему развивает блаженный августин но эти слова принадлежат амбросию медиаланскому не пытайся найти бога пока он сам тебя не найдет так вот бог предоставляет возможность иди и вишт даат то есть если ты хочешь убедиться в чем-то бог предоставит и такую возможность и мы помним что когда апостол Фома он выдвинул даже какие-то условия в каком случае он станет верующим в воскресение Христово Господь поспешил ему предоставить исполнение этих условий говорит им пойдите и увидите они пошли и увидели где он живет и пробыли у него день тот было около десятого часа один из двух слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним был Андрей брат Симона Петра то есть когда-то он был учеником Иоанна Крестителя теперь он стал учеником Иисуса Христа он первый находит брата своего Симона и говорит ему мы нашли Мессию что значит Христос и привел его к Иисусу Иисус же взглянув на него сказал ты Симон сын Ионин ты наречешься Кифа что значит камень Петр Кифа по-рамейски а Петр по-гречески означает камень в то время были широко распространены разные такие вот прозвища и в равенских школах было принято что учителя давали какие-то имена характеристики своим ученикам имя характеристика это имя которое дается в неком пророческом озарении но которое очень точно характеризует человека того или иного в ветхом завете сам бог меняет имена людям мы помним как имя Авраам было изменено на Авраам Сара по-еврейски Сарай становится Сара и имя Яков меняется на имя Израиль и расширение имени означает расширение духовных качеств имя меняется когда меняются духовные свойства человека например синодальный перевод этого не передает но вот Инофан сын царя Саула который помните дружил с царем Давидом до встречи с Давидом он имел имя какое имел а после встречи с царем Давидом происходит расширение его имени появляется дополнительная буква еврейского алфавита синодальный перевод этого не показывает к сожалению то есть дружба с праведным меняет духовные качества Инофана и он становится немножко другим человеком и далее говорится о том как Филипп и Нафанайл становятся учениками Христа это уже в окончании сегодняшней главы на другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему иди за мной Галилея имела очень дурную репутацию в то время о ней так и говорили Галилея языческая потому что там было смешанное население и греки и сирийцы и евреи и среди тамошних евреев было немало тех которые ассимилировались в языческое общество Иосиф Флавий описывает что некоторые юноши еврейские переносили очень болезненную операцию чтобы скрыть свое обрезание в каком случае им надо было скрывать обрезание языческие юноши греки римляне приходили на стадионы чтобы на гишон бегать и болельщики оценивали во первых строение их тела язычники большое значение придавали человеческому телу и их спортивные качества а когда появлялся обрезанный над ним начинали смеяться и некоторые юноши переносили какую-то очень изуверскую операцию там подтягивалось все затягивалось и подшивалось чтобы так внешне выглядеть как люди необрезанные то есть репутация Галилея была не очень хорошая на другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему иди за мною ведь Христос и пришел в этот мир спасать неправедных а грешных Филипп же был из Вифсаиды из одного города с Андреем и Петром Филипп находит Нафанайла и говорит ему мы нашли того о котором писали Моисей в законе пророки Иисуса сына Иосифова из Назарета то есть они еще не посвящены в тайну непорочного зачатия Господа Иисуса Христа от Духа Святаго и Марии Девы поэтому для них Иисус это еще сын Иосифов то есть сын плотника из Назарета но Нафанайл сказал ему из Назарета может ли быть что доброе что это за такое место это Галилея языческая этот Назарет это не самые лучшие места если Мессия должен явиться он должен где-то во дворце родиться в Иерусалиме а тут непонятно что но Нафанайл сказал ему из Назарета может ли быть что доброе Филипп говорит ему пойди посмотри иди и вишь а кто эти слова раньше произнес Христос Христос и Филипп цитирует слова Христа он действительно стал учеником Христа он использует слова Христа и апостол Петр пишет это имеет значение для всех нас христиан говорит ли кто говори как Слова Божия если кто-то вам что-то предлагает а вы не можете понять что это такое а вы спросите а где об этом сказано в Писании то есть само Слово Божие воплощенное Христос если он говорит иди и вишь Филипп повторяет эти слова пойди и посмотри Иисус увидев идущего к нему Нафанайла говорит о нем вот подлинный израилетянин в котором нет лукавства Нафанайл говорит ему почему ты знаешь меня Иисус сказал ему в ответ прежде нежели позвал тебя Филипп когда ты был под смоковницей я видел тебя вот это оказывается решающим аргументом для Нафанайла а что же было под смоковницей есть несколько версий и одна из версий озвученной отцами Нафанайл молился в этот самый день именно под смоковницей чтобы ему Бог указал Хамещиаха Христа Мессию Спасителя мира обетованного пророками и он молился в полном уединении никто не мог этого видеть не было свидетелей его молитвы усердия его сердца и когда он приходит к Иисусу Христу во-первых Христос дает ему оценку Христос рассмотрел его сердце и он говорит вот подлинный израильтянин в котором нету лукавства но Нафанайл может в этом усмотреть просто лезть по отношению к себе но когда Христос говорит прежде нежели позвал тебя Филипп когда ты был под смоковницей я видел тебя о чем это Христос слышал твою последнюю молитву он слышал мою последнюю молитву он видел каждого из нас под той молитвенной смоковницей то ли мы в квартире своей молились то ли в храме то ли в часовне он слышал движение твоего и моего сердца под какой бы смоковницей мы не пытались бы обрести одиночество скрыться от других Бог который сердцевидец он знает все наши молитвы он знает все наши чувства он знает любое движение в нашей душе после этого Нафанайл уже ни в чем не сомневается Нафанайл отвечает ему 49 стих Рави ты сын Божий ты царь Израилев он говорит Рави Рави ты сын Божий Ата Бен Элогим ты царь Израилев Ата Мелех Израиль он исповедует его как сына Бога как истинного учителя как царя царей Иисус сказал ему в ответ ты веришь потому что я тебе сказал я видел тебя под смоковницей увидишь больше всего то есть когда станешь моим учеником Христос Христос всегда предлагает человеку опытно убедиться в правильности того пути который мы избираем следуя за ним и говорит ему истинно истинно говорю вам отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих восходящих и нисходящих к Сыну человеческом итак сегодня мы с вами изучили первую главу Евангелия от Иоанна я призываю всех молиться о том чтобы этот цикл состоялся до конца чтобы Господь дал мне сил здоровья вам ревности в обучении чтобы мы могли вместе насладиться этим текстом используя комментарии святых отцов и учителей которые предлагают разные назидания объяснения по поводу трудных мест писания потому что никто не может понять пророчество сам по себе и сам от себя но мы будем стараться вместе со святыми отцами смотреть на эти тексты чтобы постигать действия христа ведь апостол петр так и говорит о нем он оставил для нас пример дабы мы шли по стопам его по стезям его спасибо вас христос спасибо спасибо Продолжение следует...